Что случилось для вас? В таких способах на этом методе можно более детально остановиться и проанализировать то, что опубликовано в интернете. Сейчас мы попробуем рассмотреть каждый из моментов и из этого вынести те приемлемые способы, которые будут давать результат. Итак, поехали. Отправляемся снова в путешествие по тех материалах, которые есть в интернете. Итак, таким способом на древесине, ичурках, полейных и бревнах можно выращивать вешенку, опята, ну не все опята, это идут опенок зимний, можно выращивать мейтаки. Что такое? Мойер, искренне вам скажу, я не знаю. Это можно посмотреть в интернете. Шиитаки. Да, на чурках можно выращивать шиитаки, если сделать определенные манипуляции. Также можно вырастить панус и рейши. Это те гриппы, которые должны расти при таком способе. Итак, для выращивания на древесине нужно использовать поленья, чурки, бревна, деревьев, лиственных пород длиной 30-40 см, диаметром 15-30 см. Чем меньше диаметр, тем больше длина. Такие плантации можно видеть в интернете. Очень много их выращивают в условиях Китая. То есть эти публикации часто... Есть одно такое действительно полезное видео, как в Китае специальным пистолетом делают инокуляцию на чурках. Там специальная техника, она позволяет более-менее стерильно и чисто засевать вот эти чурки. И такой способ засева, он может давать более гарантированный результат. Грубое отношение к такому посеву, просто руками запихивать это в древесину, закрывать это, как там рекомендуют, мхом, опилками, корой, это все по меньшей мере глупо. Ну и в результате не даст никакого результата. Наилучшими породами являются осина, тополь, ива, клён, граб, бук, дуб и береза. Такие грибы, как митаки, мерши и таки, лучше растут на отрезках диаметром 8-15 см и длиной 80-120 см. Действительно, вот в тех публикациях о плантациях Китая, там мы четко можем видеть вот эти чурки длиной 120 см. Их обычно закапывают вот таким приблизительно способом, под уклоном друг от дужки. Делают навесы излишнего пересыхания. И действительно, в диаметре 8-15 см, через определенное время, они дают результат. И множество таких плантаций есть представлено в интернете, когда грибы вот на этих чурках из разных сторон вырастают. Использовать нужно здоровую древесину, спиленную за месяц до прививки, но не позже, чем через 4 месяца. Ну, если мы уже нацелились на такую посадку, то я думаю, здоровую древесину нужно спилить не за месяц, а нужно спилить непосредственно перед таким мероприятием. И никаких там не позже, чем 4 месяца, даже речи об этом быть не может. Перед использованием подсохшей древесины, ее необходимо замочить в воде на 2-3 суток. Совсем не согласен с таким утверждением. Если это есть подсохшая древесина, она просто не подходит для такого способа посадки. Вот на этом точка. Ничего там, никакое отмачивание уже эту древесину не реанимирует. Все связано с тем, что любая древесина, которая растет в природе, она сама по себе уже заражена природными грибами. И то есть, ее не нужно там ни как-то не заселять, ни хранить. Просто-напросто эти природные грибы, споры, которые находятся на этой древесине, на коре, они будут самостоятельно давать рост. И чем дольше, чем раньше, чем дольше до посева она спилена, тем больше этих грибов уже на ней просто есть. И конкуренцию промышленные, скажем так, грибы, не выдерживаясь с природными грибами, ввиду латинского такого изречения, «Malia gerba cito crestil» – плохая трава быстро растет. Точно так же, как сорняки в огороде, их никто не сеял, никто не садил, но они растут намного быстрее, чем все полезное, что будет сеять человек. Перед использованием подсохшей древесины, затем пропитанную водой древесину, ну, уже отбросим это, отмоченную, не даст никого. Подготовленное бремне, так, подготовленное бремне, свернем в шахматном порядке отверстие глубина 4-5 см, диаметром 2 см, или делают надпилы, или зарубки топором, ну, никакие надпилы и зарубки топором там для посадки шейтаки, но вообще эту публикацию будем рассматривать только в плане шейтаки. Вот такой гриб составляет интерес для грибоводов, они интересуются, как их вырастить, значит, будем говорить просто о шейтаке. Никакие зарубки топором, запилы и все остальное не имеют никакого смысла. То есть, если делать что-то более-менее серьезное, это действительно отверстие глубина 4-5 см и диаметром 2 см. Надев стерильные перчатки или протерев руки спиртом, именно руки, вставляют мицелий в отверстие, после закрывают кусочками коры, мхом, увлажненной ватой и подобное, чтобы мицелий не выпал из них. Ну, совсем не соглашусь там, никакой там вата, никакими кусочками коры и всем остальным это не даст результаты, приведет к инфицированию и переувлажнению, и другим факторам, которые будут повреждать мицелий, или он будет высыхать, или будут конкуренты произрастать. Единственное, что как можно эту мицелий запечатать, это приготовить состав из древесных опилок и вара, садового вара, которым подлечивают повреждения плодовых деревьев. Приготовить состав, те места, куда помещаются мицелий, их нужно аккуратно законопатить, там будет сохраняться естественная влажность от древесины, и мицелий будет иметь возможность произрастать в этой среде. После этого бревно, оборачиваем полиденовую пленку, сделаем небольшие отверстия для вентиляции, помещаем в темное влажное помещение для зарастания мицелия. При температуре 20-25 градусов бревно зарастает в течение 2-3 месяцев. При температуре свыше 32 мицелий может погибнуть. Это правда. При повышении температуры выше 32 градусов, но если это такое моментное, ну, недлительное время повышение, то, возможно, он не погибнет, но если температура в этом бревне будет на уровне 35 градусов, то, скорее всего, что мицелий погибнет. С появлением белого налета в местах заражения, на торцах бревна снимаем пленку и проводим пересадку на постоянное место. При выращивании на улице выбираем затененный, защищенный от ветра участок, где вертикально прикапываем бревна в грунт на треть длины. Дно лунки перед прикопкой увлажняем, обсыпаем почву вокруг бревна древесной золой против улиток. Бревна, заросшие мицелиями грибом, миитаки, мэр и шиитаки, не прикапывают. Их представляет горизонтальное опоре попеременно слева и справа. Оптимальный срок высадки – апрель-сентябрь. В сухую погоду нужно увлажнять почву вокруг бревна еженедельно 5 литров на квадратный метр или орошать посадку распылителем 2-3 раза в неделю, а во время фазы созревания каждый день. Первый урожай при выращивании на мягкой древесине появится через 2-4 месяца. На твердой древесине через 6 месяцев. При выращивании в помещении, заросшими мицелиями бревна, высаживаем в капки или горшки с землей, регулярно увлажняем почву вокруг бревна и орошаем бревно распылителем. Бревна, заросшие мицелиями грибом, миитаки и шиитаки, для стимулирования замачивать в воде на 12 часов. Для последующих плодообразований их снова замачивать через 30-40 дней после сбора урожая. Так как для появления плодовых тел нужна высокая влажность воздуха, 60-85% температура в зависимости от штаба, проветривание, так и достаточное освещение 8-10 часов в сутки для выращивания пойдут неотапливаемые помещения, в которых нужно будет создать оптимальные условия. Завершение происходит волнами 3-4 года на мягкой древесине 5-7 лет на твердой. Я специально быстро в таком телеграммном тексте процитировал вот это все. Если просто-напросто критически проанализировать вот этот материал, можно прийти к выводу, что понятно, что здесь ничего не понятно. как свести вот эти все параметры переноса из помещения на улицу, на коз, они выросли, потом... Это сколько? 2 года носить, 3 года носить? Ожидать, что из этого будет что-то произрастать? Тем более множество опыта у людей уже есть, которые покупают палочки. Ну, действительно, палочки инокулированные шиитаки, например, приобрести можно. И действительно на этих палочках можно вырастить мицели шиитаки. Но в процессе заражения вот этим палочками самой древесины нестерильным способом все равно происходит повреждение, заражение этих палочек. И при том, сам процесс вот этого выращивания под собой имеет очень мало такого практического зазора, что из этих всех движений может получиться какой-то результат. Вообще, мое мнение, что довольно-таки критично я отношусь к этой информации, что в этой публикации действительно выращивают на этих чурках. Есть такие моменты. Но это налаженное производство, которое четко работает в правильном направлении. Это с одной стороны. Но главный итог вот этого всего относительно выращивания на чурках и относительно выращивания шиитаки я бы выразил таким вот образом. Если у человека есть время и есть желание выращивать шиитаки, то намного проще, намного эффективнее и намного достовернее эти все результаты можно получить, выращивая его, просто изготовляя грибные блоки. Вопрос состоит в следующем. Какое количество этих грибов собираетесь вы выращивать? Или это будет 5 этих грибных блоков? Или это будет 500 этих грибных блоков? Или 5 тысяч? Это уже вопрос совсем другого плана. Но практически получить эти грибы, сделав эти стерильные блоки, можно довольно-таки несложными приспособлениями. и в дальнейшем вот эта вся публикация, все предыдущие, и это она общий такой мотив, что бы хотелось сказать, что если вы собираетесь потратить какое-то время на выращивание грибов, то не тратьте его на такие малоэффективные и малодостоверные мероприятия. Лучше найдите способы соорудить вот эти блоки и вырастите с достоверностью через 2 месяца у вас должны вырастать эти грибы и урожайность и результативность будет намного выше, чем все вот эти мероприятия, которые подсчитав вот эти периоды, все, что нужно сделать, это все растягивается на 2-3 года. Вряд ли у кого-то хватит терпения и желания заниматься всем этим. И еще кто-то спросит, ну а как же сделать вот эти блоки, вот в дальнейшем на этом канале уже готова сама технология, как эти блоки сможет изготовить любой человек в своих домашних условиях и спокойно себе, имея живой мицелий, вырастить их просто в домашних условиях. Это даже можно сделать в квартире, в любом помещении, не применяя особо каких-то сложных мероприятий. Значит, следите за каналом и будет в дальнейшем публикация о том, как вырастить вешенку королевскую. С вешенкой королевской намного проще, она растет намного быстрее. Довольно-таки непритязательно в тех способах, которые будут применяться. вот у меня длительное время здесь на столе находится вот такой пакетик, когда будет публикация о выращивании вешенки королевской. Мы этот пакетик будем аккуратно вскрывать. Если мы сейчас попробуем попасть в фокус и внимательно присмотримся, вот здесь под пленкой можно видеть уже готовые плодовые тела, которые уже готовые к плодоношению. Для того, чтобы запустить этот процесс, эту пленочку нам нужно будет снять и дать свежий воздух для этих грибов и они смогут уже образовать действительно плодовые тела, которые можно будет через некоторое время собрать и попробовать их на вкус. Субтитры 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 Продолжение следует...